Фамильярд – новинка, которая появилась в апреле. Очень красочная игрушка, затягивает с головой интересным сюжетом. Во-первых, вы играете за девочку Элис и помогаете ее бабушке с дедушкой сделать сад их молодости снова великолепным. А во-вторых, всеми любимые три гряд, собирая которые вы открываете новые участки сада. Игра создана для вечернего отдыха на диване. Я сама в нее играю не отрываясь. Это гораздо интереснее, чем ферма подноклассников. Скачивайте по ссылке в описании, именно так вы получите 100 монет для хорошего старта в игре. Играйте и делитесь вашими достижениями в комментариях. Здравствуйте! Сегодня я приготовлю торт Нутелла. Дно разъемной формы выстелю бумагой для выпечки с телеконовым покрытием. Обжаренные лесные орехи и гельки. Муку смешаю с какао-порошком, разрыхлителем, содой и солью. Мягкое сливочное масло соединю с сахаром и ванильным сахаром. Смешаю миксером в течении двух минут. По одному добавлю яйца комнатной температуры, тщательно взбивая после каждого. Спасибо за просмотр! В несколько приемов соединю с мучной смесью и молоком комнатной температуры. В коктейльтуре. В коктейльтуре. В коктейльтуре. В завершение добавлю молотые орехи. Распределю тесто по двум формам. В разогретую до 160 градусов духовку ставлю коржи на средний уровень и выпекаю 45-50 минут. Оставлю коржи в форме на 10 минут, затем извлеку и полностью остужу на решетке. У остывших коржей подровняю верхушки, из которых можно приготовить кейк-попсы или трайфл. Ссылки на рецепты в описании. Каждый разрежу на два тонких коржа. Сахар залью кипятком, размешаю до полного растворения и остужу. Охлажденные сливки собью в пышную массу. В завершение добавлю нутеллу. И тщательно собью до устойчивого состояния. Крем переложу в кондитерский мешок. На блюдо установлю корж. Пропитаю сиропом. И нанесу слой крема. Накрою следующим коржом и все повторю. Верхний корж и бока торта смажу кремом. Поставлю торт в холодильник на 8-10 часов. Темперированный шоколад нанесу на бумагу для выпечки с силиконовым покрытием. Зафиксирую складки. Сверху украшу молотыми орехами и кондитерской посыпкой. Оставлю декор до полного застывания шоколада. Для ускорения процесса можно поставить в холодильник. Фундук сложу в банку. Добавлю кандурин. Накрою крышкой и хорошо скреплю. Нарубленный шоколад залью доведенными до кипения сливками. Перемешаю. Добавлю мягкое сливочное масло. Часть массы переложу в кондитерский мешок. Украшу края торта. От центр покрою оставшийся помадкой. Аккуратно сниму декор с бумаги. В торте сделаю надрез и установлю шоколадный декор. Украшу орехами. Рекомендую достать торт из холодильника за час до подачи. Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. С вами была Ирина Подолян. На канале приятного аппетита!